Здравствуйте! В эфире программа «Управдома». Я ее ведущий Владимир Казанин. По традиции приветствую вас в нашей студии. Как всегда, мы обсуждаем насущные проблемы, пытаемся их решить. Сегодня мы покажем, как решается. У нас в студии человек, который занимается льготами на территории Омской области. Это Летушева Ирина Анатольевна, начальник отдела мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства социального труда и социального развития Омской области. Здравствуйте! Здравствуйте, да. И будем обсуждать этот вопрос. Давайте посмотрим. Со 2 мая вступил в силу закон, устанавливающий новые дополнительные меры социальной поддержки на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для граждан, достигших возраста 70 и 80 лет. Ну, вот, пенсионеры. Вот я вам сразу передам свой звонок, который мне пришлось отвечать. Вот после того, как у нас на канале вышла тема дня ваша, шквал еще больше звонков стало, особенно в нашу редакцию. Пенсионер позвонил. Он ветеран труда. У него уже есть льготы. Он говорит, так мне теперь вообще не платить, значит, будет 2 льготы. Нет, 2 льгот не будет. Так же, как и все остальные одинаковые меры социальной поддержки, если у человека несколько льготных категорий, ему придется выбирать, какую из них он все-таки хочет получать. Ту, которую у него сейчас сохранить, как у ветерана труда, либо же переоформить и получать новую меру социальной поддержки, которая установлена вот этим новым законом, как пожилой гражданин. А она больше будет? А вот вы знаете, в каждом случае по-своему. Поэтому на самом деле то, что нельзя однозначно сказать, больше или меньше. Я вот сейчас приведу вам пример. Мы тоже проводили горячую линию буквально на прошлой неделе. Позвонила женщина, у которой в собственности 8 квадратных метров жилья. Всего? Из той квартиры, в которой она проживает. Она живет одна. Но детки в свое время разъехались. Она, так сказать, владелец 8 квадратных метров. Получается, что даже 100% на 8 квадратных метров льгота, это меньше, чем 50% на 33 квадратных метра, что она сейчас получает, как ветеран труда. Поэтому в каждом случае придется считать и выбирать то, что человеку выгоднее. Но обычно они не понимают так вот эти разъяснения? Просто когда мы на цифрах начинаем им показывать, вот тут 100 рублей, а вот тут 200 рублей, тогда уже человек хорошо понимает. Куда идти? Куда идти? В многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. У нас в каждом районе есть такой центр. В городе Омске их 5. 5. 5 филиалов, куда граждане обращаются. Ну, по-русски сказать, в свою судзащиту, по месту жительства нужно обращаться для принятия решений. В администрацию округа? Нет, не администрация. Это именно многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Вот в нефтяниках он где? Мира 114. Мира 114, ясно. Вот я просто туда отправлю маму, так, 114, а телефон, ну, мы дадим телефон, и там все это. Да. Туда идти? С чем? Какие документы с собой надо взять? Вы знаете, перечень документов, он вытекает из права граждан. Может быть, немножко скажем, кто же все-таки, да, поскольку имеет право на новую меру социальной поддержки, потому что там необходимо соблюдение нескольких, одновременно нескольких условий. Ну, прежде всего, это возраст, да, как мы уже с вами поняли, это 70 или 80 лет, первое. Тогда за капремонт платится половина. Нет, давайте пройдемся сначала, все-таки, кто имеет право, а потом дойдем до размера. Ну, давайте. Значит, 70 или 80 лет. Второе условие, этот гражданин должен быть собственником жилья, в котором проживает. Обязательно? Обязательно собственником. То есть берет справку собственника еще? Документы-то называется свидетельство о государственной регистрации права собственности. Следующее условие, это гражданин должен проживать одиноко, либо же, если он проживает в семье, то все совместно с ним проживающие члены семьи должны быть пенсионного возраста и обязательно не работающими. Не работающими? Не работающими. В данном случае о размере мы с вами будем говорить, когда возраст человека будем определять. Для 70-летних это 50% расходов на оплату взноса на капитальный ремонт, исходя из той площади, которая у него в собственности, но не более определенной нормы. Если же это граждане, достигшие возраста 80 лет, то здесь уже 100% льгота составит от его расходов, но опять-таки исходя из нормы площади жилья, не более. То есть, скажем так, 100% никто точно не получит? Получит. Например, человек проживает в однокомнатной квартире, ну сколько там она, 31, к примеру, квадратный метр, ему 80 лет, вот все, что он затратит на капитальный ремонт, он получит обратно от органов социальной защиты. 100% на 31 квадратный метр он получит. Еще раз, Ирина Анатольевна, они должны оплатить квитанции? Обязательно. А уже потом получить льготу? Совершенно верно. Понимаете, федеральный закон... Платить за капремонт надо. Даже федеральный закон, во исполнение которого принят наш Омский областной закон, предусматривал не освобождение от уплаты, то есть когда человеку просто не стали бы переносить квитанции, а именно компенсацию понесенных расходов. Поэтому человек по-прежнему продолжает оплачивать выставленные ему квитанции, а льготы получать в денежном выражении от органов социальной защиты по тому способу, который он выберет сам. То есть это может быть доставка на дом в тот же день, когда пенсия доставляется, либо же это на указанный в заявлении номер счета в кредитном учреждении. Вот если уже ветеран труда получает 50%? Вот ветеран труда уже получает 50% от занимаемой им площади жилого помещения. Это в зависимости от того количества людей, сколько с ним проживает. И для ветерана труда нет таких жестких условий. Не обязательно он должен быть собственником, и не обязательно все должны быть неработающими. Поэтому в каком-то количестве случаев пожилой гражданин не сможет воспользоваться этой льготой. Ему... Разъяснят уже... Да, он продолжит получать как ветеран труда. Например, если с ним проживает трудоспособный внук. Ну, значит, все. Как пожилой человек он уже не может пользоваться льготой. А как ветеран труда, пожалуйста. То есть ему выгоднее. Ветеран труда то же самое, да? Платит за капремонт, а потом в конце года идет? Нет, не так. Выплата у нас осуществляется ежемесячно, исходя из начисленных сумм. А он как должен прийти к вам? Для того, чтобы первоначально назначить, человек обязательно должен прийти в Центр для того, чтобы подать заявление, выбрать категорию, по какой он хочет получать свои льготы, в том числе на капитальный ремонт. Представить необходимый комплект документов. В дальнейшем у нас все меры соцподдержки по плате жилищно-коммунальных услуг рассчитываются ежемесячно на основании сведений, которые нам предоставляют поставщики ЖКО. О том, на какую квартиру, сколько начислено платежей. Исходя из этих сумм, производится расчет ежемесячных наших льготных выплат. Взнос на капитальный ремонт, он является суммой твердой, зависит от площади жилья и от минимального размера взносов, который установлен в Омской области. Только при изменении этих величин, соответственно, и может происходить изменение размера платежей. Вот еще раз. А задним числом? Вот уже полгода платит ветеран, а не знал про эту льготу. Ну вот новая льгота, если мы говорим о мере социальной поддержки для пожилых граждан, она предусмотрена законом только со 2 мая текущего года. Вот только. Да, только сейчас вступил закон в силу, и именно с этой даты может быть назначена новая мера социальной поддержки. Но тем не менее, это не значит, что человек должен все сейчас бросить и бежать писать заявление на эти меры социальной поддержки. Порядок предусматривает возможность возврата назад за 12 месяцев от обращения гражданина. К примеру, если человек придет к нам в декабре 2016 года, он ничего не потеряет. Если он принесет нам оплаченные квитанции, начиная с мая 16 и вот по декабрь, мы вернемся ему к маю и доплатим всю полагающуюся сумму. Но мы провоцировать не будем это, потому что в декабре тогда у вас будут проблемы большие. Идти надо сейчас, но не всем. Не так, Ирияна. Лучше позвонить, проконсультироваться, есть ли смысл обращаться, собирать документы, потому что, как я уже приводила пример, не в каждом случае эта выплата будет более выгодной, чем та, которую сейчас уже человек получает. У нас на сегодняшний день уже 37 категорий льготных, которые имеют право на подобную меру социальной поддержки. А ветеран труда? Ветераны труда получают. Но вот ветеран труда, если задним числом придет. И для ветерана труда у нас существует назначение задним числом, причем не ограничено по времени обращения назад. Начиная с сентября 2014 года, а именно с этого периода, если он платил, но ему по какой-то причине до сих пор эта мера социальной поддержки не назначена, он приходит с квитанциями, и мы назначаем и доплачиваем. Именно с квитанциями. Вот теперь давайте, что ему надо принести? Вот пошел. Мы сейчас говорим про ветерана труда или все-таки про пожилого гражданина? Вместе. Они обычно не разделяют это понятие, и каждый хочет, ну как сказать, получить максимум выгоды. Ну, комплект будет немножко разный, потому что, опять-таки, вернемся к пожилым гражданам. Да. Поскольку нужно быть собственником, значит, должен быть документ о собственности на данную квартиру. Документ о собственности. Документ о собственности. Следующий документ – это документ, подтверждающий кто и количество людей, зарегистрированных совместно с гражданином. Это может быть копия финансово-лицевого счета из управляющей компании о том, кто проживает в данной квартире. Это может быть документ из адресно-справочного бюро о том, сколько человек проживает в данном жилом помещении. В общем, в УК надо пойти взять бумажку. Конечно, да. Самый простой вариант. Они знают ВУК какого. Да. Если будут ВУК отсылать, тогда пугать вами. Вы знаете, ни разу не было случая, чтобы управляющая компания не выдала копию финансово-лицевого счета гражданам. Это мы сейчас говорим о пожилых. Пожилых. Еще документ для пожилых. Это необходимо подтверждение, что все, кто проживает с этим пожилым гражданином, не работают. Не работают. В данном случае это могут быть трудовые книжки, либо же в ближайшее время мы решим вопрос с пенсионным фондом, поскольку они теперь обладают актуальной информацией о каждом пенсионере, работает он или нет. Поскольку от этого зависит индексация пенсий. Поэтому у них сейчас актуальная информация. Мы очень надеемся, что нам это облегчит, и нам, и пожилым гражданам облегчит порядок назначения этой меры социальной поддержки. И последний документ для пожилого гражданина – это квитанции, оплаченные за капитальные... То есть квитанции все-таки надо взять с собой? Квитанции, конечно. За тот период, за который он претендует на назначение данной меры социальной поддержки. И если сейчас будет обращаться в мае, значит, это должна быть квитанция за апрель, за месяц предшествующий месяц обращения. А если с 2014 года? Это мы сейчас уже про ветеранов труда говорим. Если это ветеран труда, и решается вопрос о назначении с 2014 года, значит, все квитанции начиная с сентября 2014 года представляют. А если часть из них через Сбербанк платила или через... Вы знаете, мы принимаем документы, в том числе через онлайн-банк с распечатками, в том числе, конечно же, обращаем внимание на отсутствие задолженности по той причине, что... То есть действительно платежи проходили, это документ достоверный, и в принципе мы его принимаем. Вы его проверяете? Мы принимаем. То есть распечатать все из интернета? Можно из онлайн-банка. Когда ветеран идет? Ну, потому что люди будут сейчас гадать, скакать, туда им пойти, сюда. Ветеран. Какие документы еще для ветерана, кроме того, что вот эти перечисленные нами? Ну, свидетельства о собственности не требуются для ветерана труда. Здесь потребуется тоже документ о количестве совместно проживающих граждан. Все тот же из управляющих компании. Работающих, неработающих не важно. Здесь уже не важно, работающий или неработающий. Для ветерана проще собирать документы. Для ветерана проще, поскольку не требуется подтверждение, кто является собственником, и работают эти люди или не работают, поскольку ветеран труда получает не на долю собственности в этом жилом помещении, а на долю занимаемой площади в данном жилом помещении. Если их проживает 5 человек, он получит на одну пятую, 50%. Если он один, значит, он получит на все свои расходы, но не больше, чем на 33 квадратных метра. Не больше, чем на 33? Ну, это общее, скажем так, ограничение нормы площади, все меры соцподдержки, которые у нас установлены в Омской области для региональных льготников. И если эти льготы как-то связаны с площадью жилья, существует применение вот такой нормы площади жилого помещения. 33 квадратных метра для одиноко проживающего гражданина. 21 квадратный метр – это если льготник живет в семье из двух человек. И 18 квадратных метров, если проживают три и больше человека в квартире. 22 – это немного там будет, да, как я понимаю, 50%? 110, по-моему, рублей у нас на 33 квадратных метра 50% составляет. А, ну тогда да. Если сам платеж, например, 400, то 110 – это… Ну, получается, что это максимальный платеж, который может быть для ветерана труда, исходя из площади 33 квадратных метра. Ну, слава богу, если с 2014 года это все, то можно за дачу заплатить еще, ездить на нее спокойно, правильно? Так что это, в общем-то, хорошая льгота. Но мы, по-моему, обо всем рассказали, да, получается? Ну, в принципе, да. Мы с вами проговорили, кто имеет право, какие документы необходимы, куда следует обращаться по данному вопросу. И что-то уже немаловажное, надеюсь, это зрители услышали, это не суммирование льгот к тем, что уже были человеку, все-таки придется выбирать либо то, либо другое. Ну и самое главное – продолжать платить за капремонт. Да, наверное, это тоже хотелось бы, чтобы граждане поняли, не понимали буквально слова о том, что освобождены от уплаты. Да, многие прочитали, и все, все ясно. Я тоже, да, отвечая на вопросы горячей линии, тоже столкнулась с тем, что граждане понимают буквально. Освобождены – значит, все, я больше квитанции не оплачиваю. Либо буду черкать и на 50% снижать выставленную сумму. Чего, собственно, делать не следует. Продолжаем платить. Ну, это у нас, как наши коллеги, как напишут, и все это в печатном виде люди прочитают, поэтому немножко в заблуждение их вводят. Ну, в общем, сегодня мы подробно рассказали об этой системе, как она будет взаимодействовать, как будет работать. Мы уже расскажем, думаю, что через полгодика где-то, да? Ну, смог подвести какие-то итоги, сколько обратившихся. Как все это работает? Какие проблемные, может быть, вопросы, которых мы, ну, я надеюсь, мы все как бы предвидели при подготовке и при организации работы по предоставлению данной межсоциальной поддержки. Ну, тем не менее, как бывает всегда, шероховатости, и о них можно будет рассказать. Ну, а в целом, как будет закон, мы тоже увидим. Как будет работать закон, мы тоже увидим уже. Я хочу поблагодарить Ирину Анатольевну Летушеву, начальника отдела мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг Министерства труда и социального развития Омской области. Спасибо, что пришли на нашу программу. Пожалуйста. Подробно, четко нам рассказали, куда, как идти. Я думаю, что большинство наших телезрителей, слушателей все это дело поняли, и самодеятельности не будет. Забота есть, есть выделение социальных льгот, надо только правильно их оформить, но при этом не заниматься самодеятельностью, не заниматься самоуправством, не рвать квитанции и не прекращать платить. Надо продолжать платить, требовать, чтобы ремонты проводились, но, тем не менее, идти в социальные службы и оформлять свои льготы. Продолжим нашу программу. И у нас, как бы, тоже разъяснительная такая программа продолжается. Ответ, вопрос. Теперь мы уже с руководителями управляющей компании будем это обсуждать. Сегодня у нас в студии Геннадий Николаевич Серюков, директор жилищника 9. То есть у вас пока ничего не изменилось. Здравствуйте. Да, ничего не изменилось. Работаем, как работали. И давайте сразу тогда послушаем первый вопрос по компании и будем отвечать. Петров Евгений Анатольевич, 3-я учхозная, 12, квартира 7, двухэтажка. Управляющая компания «Жилищник-9». В подъезде полностью обвалилась штукатурка с потолка и перекрытие. С подъезда видно крышу. Над моей квартирой треснула стропила. Дыра 2 на 4 метра. Пошли трещины по стенам. Если крыша обвалится, то и потолок рухнет. Живем и боимся. О сносе дома речь не идет. Обращались в УК. Ничего не сделали. Старенький дом. По-моему, 62-го года рождения. На учхозе их два дома осталось. Остальные снесли уже по старости. А, это ветхие аварийные? Да. А он признан ветхим аварийным? Ну, они в свое время не подсуетились, не сделали обследование дома. Поэтому они и задержались вот эти два домика. Пока там. Понятно, что за эти годы крышу ни разу не делали. В капитальном плане. Там текущие какие-то ремонты были. Меняли, может, листочек два в свое время. Ну, после вот этого обращения, значит, ко мне, когда было, ходили там, поправили просто шифер, так скажем, старый еще, мелко, волновой, которого сейчас, в принципе, ты не найдешь сильно, чтобы там много поменять. Ну, стропила осталась, вот он пишет тут правильно, что одна, значит, в настоящее время она тоже поправлена, но стянута на время, там, годик-то проживет. Я думаю, их максимум в следующем году тоже переселят. То есть уже признали аварийными? Да. Есть постановление? Да, что поздновато они затянули, со всеми не ушли, вот эти обследования. И теперь получается так. А вы не знаете, вы не в курсе, вот Евгений Анатольевич тоже не написал, а этот дом не попадет в ремонт капитальной? Нет, однозначно нет. Потому что сейчас вот эта казуистика есть такая, и управляющие компании в последний момент вмешиваются, чтобы не произошло этого. Нет. Чтобы не тратить деньги в пустую. Все дома в округе, посносили, они там не будут как бельмоглазу выглядеть. Там капитальный ремонт делать дороже. Там шлакоблочные эти дома старинные. Ну, а вам-то деваться некуда. Вы будете подшаманивать, что называется, пока не переедут. Ну, раз обслуживаем, конечно, сейчас получится, что могли, сделали. Крышу перекрывать, конечно, накладно, не получится. Из этих квартир, из восьми половины не платят четыре квартиры. Уже все, определились. Четыре платят, а четыре просто игнорируют. Живут в ожидании. Живут, конечно. Это я знаю, это самое распространенное явление. Мы снимали много управляющих компаний в Амурском поселке, в том числе, скажем так, люди готовятся к переезду. Некоторые еще и не будут переезжать. Еще вас будут просить, когда осенью останется 2-3 семьи, там будут просить вас и городские власти отапливать их и так далее. А те, которые будут уезжать в новые дома, они будут срезать батареи. То есть вообще вот эта система перехода дома от ветхого аварийного и переезда людей куда-то до передачи дома, я не знаю, застройщику или кому-то еще, вот управляющая компания вынуждена все риски и все расходы брать на себя. Там же квартира освободилась, лезут, понятные люди, за металлом тут же через окна, через двери и все выносят, что только имеет ценность. Понятно, что если систему отопления распотрошить, то как она работает будет. Тем более трубы-то там уже такие же, как эта крыша вся разваленная. Значит, полкрыши на данный момент, я думаю, дожди покажут хорошие. Потому что, ну, понятно, сделать идеально такую крышу, да. Уже по месту смотреть, когда будет дождик там. Вот эта дыра большая, это просто слуховое окно открытое было. А шифера там прямо не было, как он пишет тут, 2 на 4. Поэтому здесь так, вопрос решен, будем пока временно доживать вместе с ними. Ну, по этому дому понятно, будете его содержать, помогать будете. Ну, а к жильцам можно обратиться только, чтобы платили, а то потом очень жалоб... Обычно такие жильцы, которые никуда и не платят, они потом очень много везде обращаются. И в жилищную инспекцию, и везде. Да, там как зима, и двери куда-нибудь уходят. Не, ну, понятно, он в состоянии разрухи. И окна там, и все. Ни старшего там нет, никого там нет. Да нет, конечно. Раньше и старшего на доме не было, там на учхоз был старший один, и все. На весь. Давайте посмотрим, у нас еще есть один вопрос. Давайте посмотрим. Лаврентьева Татьяна Степановна. Здравствуйте. Подскажите, что делать, пожалуйста. Живу в ветхом доме на 4-й Заречной, 11, квартира 3. Дом 58-го года. Двухэтажка, 8 квартир. До 2010-го года обслуживала управляющая компания «Жилищник-9». Бросила нас эта ука с неработающими коммуникациями. Ничего никогда никто не ремонтировал в нашем доме. Договор на аварийное обслуживание с нами никто не хочет заключать. Задвижки горячей воды в доме и на теплотрассе рядом с домом не работают. У меня сорвало в очередной раз кран горячей воды. Диспетчеры в аварийных службах удволят меня и грубят. Что делать? Ни один сантехник не будет ремонтировать кран в доме, где не работают задвижки. «Жилищник-9 игнорирует мое заявление о предоставлении услуги устранения аварии. Администрация Центрального округа устранилась от проблем ЖКХ, обвиняя меня в том, что мы сами виноваты, что в доме ничего не работает. Меж тем кипяток хлещет из моего крана вторую неделю. Тепловые сети не ремонтируют свои задвижки. Помогите нам, пожалуйста». Геннадий Николаевич, здесь что делать? «Дом 11. Рядышком был дом 13 в свое время, когда мы там». «Дом 58-го года?» «Да, 58-го года этот тоже старенький». «Близнец, в общем, близнец». «Очень, да. Тут 60-го года примерно, 62-го. А этот 58-го. Единственное, как я говорил, что эти дома с удобствами, там внутри есть туалет, скажем, канализация. Зачем вы ее бросили?» «Какая проблема? Да, бросили. Бросили, потому что они не пришли заключать договор. Ясно. А если и приходили заключать договор, то мы просчитали тарифчик. Как бы там на дворника, может, получилось рубля только 4, чтобы убирать территорию обслуживанную. И получилась, может быть, оплата за обслуживание больше муниципального. Соответственно, ну, как они говорят, дом старый, за что платить будем? Ну, на старом доме, я так понимаю, что платить надо наоборот больше. «Больше?» «Да, намного. А мне такие риски брать великие, что там, извините, буду на текущий ремонт денег в год иметь тысяч шесть, а крышу ремонтировать придется тысяч там на двадцать, на тридцать. Ну, это просто…» «Это я вот об этом доме и говорил предыдущим. А почему вы с учхоза-то не ушли?» «Ну, там заключили договор». «Там пришли жильцы, да?» «Им, значит, интересно было. А здесь, вот сейчас, как бы, я не готов вспомнить, что их было в десятом году, как мы бросили. Соседний дом, значит, не бросили, они близнецы. «Тринадцатый дом, да?» «Да, они друг от друга там стоят рядышком. А этот, почему-то, оказался брошен». «Давайте, кстати, посмотрим, послушаем следующую жалобу и будем на нее отвечать». «Елена. Здравствуйте. В нашем доме 10 лет октября 189 сложилась следующая ситуация. Дело в том, что в июне месяце производились замены кровли. Жилищник 9 собирал деньги с жильцов на ремонт кровли. Я, как собственник, ежемесячно оплачиваю квитанцию за содержание жилья и капитальный ремонт. Но дело в том, что жилищник 9 подал на меня в суд за неуплату кровли». «Забрали дом у завода Попова. Четыре у них было общежития. Года четыре назад, где-то так, наверное, да? Угу. Дом этот, вообще страшная ситуация с крышей. Тоже это сколько дому лет? 60-х там каких-то годов. Минимум 50 лет без капремонта. Шифер там по нему ходить страшно. Ситуация сложилась такая. Тоже нужны были определенные деньги на провалы. Там помимо того, что шифер сам сгнил, там еще проблемы были с стропила и эндовы. Сгнило все практически. Потому что много лет крыша протекала прямо на все эти деревянные конструкции. Соответственно, все гнило там. Угу. Решили, ну, средств, которые там и тариф, кстати, немаленькие, приняли. Сколько? Ну, было 20 с чем-то даже. Ух ты, хороший тариф. Рублей 22, что-то примерно так. С квадратного метра. Ну, дом опять небольшой. Дом большой. Большой? Конечно, общежитие же. Тогда отлично. Тогда почему? Отлично. А потому что там и трубы так же сгнили все. Коммуникация инженерная. И косметический ремонт нужно было делать, потому что там ситуация страшная. Ну, много лет вообще там, можно сказать, больше десяти вообще ничего не делало. Никто не подходил. Да. И, значит, определили подрядчиков. Там сменили не одного, чтобы заменьшить, так скажем, сумму. Сменили не в том, что в плане, что работу они уже начали делать, а искали подешевле, кто сделает. И определили, значит, подрядчика. Сумму минимальную там в районе, по-моему, 200 тысяч. 200 тысяч. Ну, ее нужно было собрать единовременно, так скажем. Потому что тех денег, которые на текущий ремонт там хватало, в данный момент и трубы мы все попеременяли уже в подвале. И вот эти 200 тысяч нужно было собрать. Собрание прошло. Большинство решило денежки собирать. Именно вот так, по отдельной, так скажем. Категории? Квитанции. Нет, квитанции. По квитанции? Конкретно на определенную работу. А, то есть это не было в общей квитанции? Это вообще отдельно? Да, отдельные квитанции. Собрание решило. На ремонт кровли? Квитанции раздали конкретно, да. Направлено на ремонт кровли. И, соответственно, начали платить люди. Человек, который написал вот это. Лена. Лена, это. Лена без фамилии. Жалобу эту, да? Да. Так скажем. Что-то не поняла, может быть, или как. Или она тут пишет, я плачу исправно содержание жилья и капитальный ремонт. Но капитальный ремонт, это маленько другое. Это у них... Нет, капитальный ремонт не имеет к этому отношения. Общий котел у них, поэтому не свой счет. Платят туда. Да, и, кстати, этот дом, по-моему, на 18-й год стоит уже. Ремонт кровли. Да, подходит. Ну, там уже выберут потом собственники сами, что там, что они будут. А есть что? Вы, например, отремонтируете сейчас кровли? Ну, мы не отремонтируем. Там миллионы четыре на эту кровли. Потому что большая очень крыша. Суд подали, правильно. Решение собрания было платить. Человек не платит, значит, что? Суд. Суд. Суд вынес решение. В вашу пользу. Надо платить. Крыша, кстати, сделана. Вот в том объеме, который предполагалось. Запланировали жить. Да. И она простояла. Ну, там было весной протопление, конечно. Этот подрядчик компенсировал ущерб. Что у него там вовремя снегу не почистил. Как-то надо два года тоже дотянуть вот такими мелкими точечными ремонтами. Потому что тоже крыша вот такая вот. И самое плохое, что та еще, ладно, там не очень большая, а эта очень большая. И деньги нужны серьезные. На тех крышах, на предыдущих. Но этот дом не признан ветхим аварийным, как я понимаю. Тоже признает 200 квартир. 200 надо квартир дать потом. Общежитие тем более. Там просписаны все. Конечно. Полгорода. Еще раз хочу поблагодарить Геннадия Николаевича Серегкова, генерального директора управляющей компании «Жилищник-9». Спасибо вам за участие в нашей программе. Ну, а на этом программа «Управдом» закончена. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова